С тех пор, как в Далгопелском приюте для животных сменился руководитель, жизнь его питомцев изменилась. Оксана Бондара использует все возможные способы для решения их проблем. Не так давно в интернете появился сайт, где доступна вся информация об этом учреждении. А талантливая фотограф Рита Кочмарева устраивает настоящие фотосессии для животных. Она уже два года увлекается данным видом фотографии. Тяжело ли это? Животным сложно объяснить, например, что ты должен смотреть туда или ты должен смотреть туда. Ты должен улыбнуться или как-то. Просто как получается, так получается. Надо привлечь его внимание, чтобы оно расслабилось, показало свой я, свой характер, чтобы это передать через фотографию. Во время фотосессии хозяйка приюта и фотограф прибегали к самым разным способам привлечения внимания животных. Пищали мячиками, угощали лакомствами и пытались даже разговаривать с ними. И все это ради одного замечательных фотографий, посмотрев на которые кто-то захочет обзавестись пушистым другом. Люди видят, какие это животные. Ну и, конечно, на самом деле они красивы на этих фотографиях. Потому что, как мы этого достигаем, это, конечно, сложно. Можно и полчаса с животным, и час провести, чтобы какое-то выражение для фотографии нужно найти. Но это действует. Людей забирают. Очень много интересуются. Очень многие узнали за последнее время, что есть приют такой. Кто-то находит своих животных, потерянных по этим фотографиям. Кто-то просто влюбляется по фото. Ему же все равно, как оно выглядит. Приходят, забирают. А в следующую пятницу состоится благотворительный концерт «Ты мой друг» с участием популярных артистов из Дагуфпилсейла от Галии, на который приглашаются все горожане. Собранные деньги будут переданы на нужды приюта. Оксана Бондера рассказала нам, что именно им необходимо. Какой-то инвентарь, корма в какой-то степени. Но корма, скорее, более профессиональные. То есть, чтобы какие-то животных откармливать могли, мясо, кости. Все это тоже можно приносить. Что касается инвентаря, любые кошачьи домики, какие-то там для них всякие коробочки, где они могли бы спать, подстилочки. Для фотосессии нужны ткани. Однотонные ткани или аракал однотонный какой-то, или ткани. В принципе, это все очень дорого, но очень необходимо для нас. Приглашаем всех 4 апреля в 19.00 в Центр культуры Даугубского края Варпа на благотворительный концерт. Входное мероприятие за пожертвования. Давайте поддержим животных, которые очень нуждаются в человеческой заботе и любви. Продолжение следует...